Вы смотрите новости онлайн. Сын и вдовец делят многомиллионное наследство Сенчины. Певица оставила дачу и квартиру в престижных районах. Риэлторы оценили их стоимость. В последнее воскресенье января в Петербурге простились с певицей Людмилой Сенчиной. Теперь ее сыну от первого брака Вячеславу Тимошину и третьему мужу Владимиру Андрееву, с которым она прожила 25 лет, предстоит делить наследство покойной по совести и по закону. Друзья надеются, что родственники не будут ссориться из-за дорогих квартиры и дома исполнительницы. В последнее время певица большую часть времени проводила в легендарном поселке Грузино. Вокруг Сосновый Бор, два больших озера и от Петербурга всего 40 километров по Приозерскому шоссе. Мечта. Артистка хвасталась, что ей удалось найти место, где она может по-настоящему отдохнуть. Приобрела же она дачу почти четверть века назад у коллеги по театру Бориса Рацера. Его семья когда-то получила там участок, выстроила дом, но жить в нем не планировала. Людмила Петровна рассказывала, что отправилась смотреть будущую покупку и осталась очень довольна. Ее соседями оказались сплошь коллеги-артисты. Через дорогу от шести соток певицы жили Михаил Боярский и Лариса Лупиан. Еще через несколько домиков трудился на грядках сатирик Семен Альтов, а рядышком отдыхал актер Иван Краско с семьей. В двухэтажном домике Сенчины, обшитой сайдингом, четыре комнаты, гостиная с камином, кухня, веранда и две спаленки и множество мелких кладовок. Как рассказал риэлтор, дом из шесть соток в этом районе стоит около 7 миллионов рублей. Причем цена определяется не столько состоянием и площадью недвижимости, сколько элитарностью места, знаменитыми соседями и отличной экологией. Была у Сенчины и квартира в самом центре Санкт-Петербурга на Большую Пушкарскую улице. Ее она купила почти 40 лет назад. Ориентировочная стоимость такой квартиры около 6 миллионов рублей. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!